Ольга, как сориентироваться в изобилии огуречных сортов и действительно выбрать хороший для своего участка? Сейчас много очень разнообразных сортов и гибридов огурцов. Даже у нас в институте мы производим большое количество. И поэтому уже на вкус и цвет, как говорится, товарища нет. И каждый человек подбирает под себя. Кто хочет для засолки, кто для консервирования, кто салатные огурцы. Поэтому уже надо подбирать под себя. Но главное, чтобы они не горчили. Потому что большая проблема для людей – это горечь в огурцах. Она в основном содержится в кожуре и в хвостике огурца. Ну, это можно тоже узнать еще на ранней стадии. При посеве, когда появляются семидольные листы, можно их срезать, небольшой кусочек, и попробовать на вкус. Он будет как огурец. Если он горчит, значит, это растение удаляется. Если нет, то оно продолжает расти. Это ничего не влияет, если мы попробуем на вкус семидольный листик. Как проверить, будут горчить или нет? Горчит или нет, да. А вот еще они часто желтеют. Почему это происходит? Ну, желтеет – это может быть нехватка питания или при поливе, или даже иногда подмораживать, если на открытом грунте или даже в теплице. Они могут замерзнуть. Потому что перепады температуры обычно, если они соблюдаются, они не адаптированы. Даже в теплице вот днем бывает 28 градусов, а вечером 6 градусов. То есть это тоже огурцы, как бы для них это стресс получается, что перепады больших температур тоже надо смотреть, если что, укрывать нетканым каким-нибудь полотном, допустим, спонбондом. Ну, в этом случае мы спасем огурец? Да. Хорошо. А вот до которого времени можно сеять в открытый грунт огурцы? Третья декада мая, вот, первые числа июня, вот, можно в открытый грунт. Как раз, когда будет уже хорошо прогрета почва. Чтобы огурцы не сгнили от холода, там, не замерзли, чтобы им было тепло для всходов. Они вот теплолюбивая культура, и им надо тепло. А вот куда лучше высаживать его? В теплицу или в открытый грунт? Что сейчас выбирают? Ну, люди в основном выбирают открытый грунт, потому что, ну, дачники, у них не у всех есть теплица, возможность поставить теплицу. Они парничком, а потом уже открытый грунт. Потому что так даже, наверное, и проще людям выращивать. Не надо им подвязывать. Некоторые подвязывают, некоторые не подвязывают. То есть их можно разными способами. Мы в открытый грунт не подвязываем огурцы. Они у нас стелятся. Ну, вот в эту стадию давайте вернемся, когда мы готовим рассаду. Вот есть какие-то особенности, как подготовить правильно рассаду для теплицы и для открытого грунта? Ну, обычно в открытый грунт сеют семенами. Большинство людей с семенами, чтобы сэкономить время и без всяких заморочек. А в теплицу начинаем за 20 дней до высадки готовить рассаду. А как правильно пересаживать рассаду? Ну, вот она уже, когда у нее начинается второй, третий настоящий лист рассады, мы пересаживаем или в защищенный, или в открытый грунт. Это тоже зависит, кто какой выбирает там способ посадки. Второй, третий настоящий лист садим в землю. Тоже делаем лунку, поливаем хорошо. Садим и еще раз поливаем. Чтобы не было болезней, можно пройти какие-нибудь обработки или подкормки. Иногда можно даже дать навоз птичий или перегной же. Ну, уже не свежий навоз, а чтобы уже он постоял там немножко год. Ну, то есть уже на второй год вот такого вот. Ну, чтобы не сжечь растение, потому что можно сжечь именно навозом само растение. А вот где будут лучше себя чувствовать ибурцы? Где-то в полутени или на открытом солнышке? Вот что лучше? Какое место для них будет? Ну, они теплолюбивые. Соответственно, на солнце, чтобы... Ну, тоже слишком солнечно не надо, потому что они могут перерастать, засыхать. Потому что тоже погода, ну, такая непредсказуемая. Сегодня есть дождь и завтра нет. То есть, ну, они такие вот любят и влагу, ну, и не сильно, что... Ну, умеренную влагу и тоже умеренный свет они любят. Ну, если уже сильно светло, то даже вот в теплицах мы затеняем их. Немножко даем тень, чтобы, ну, не сильно было им жарко, потому что могут сгореть. Вот листья начинают вянуть, и все уже растение считается, можно выкинуть. Но вот это правда, что показатель здоровья огурца можно потянуть по листу? Да, 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 можно, конечно. Вот, даже тут может быть... Ну, это здоровый лист. Может быть мучнистая роса, он белеет, он скукоживается. И вот тут бывают клещи, ну, клещ паутинный, но тут они чистенькие. Вот сейчас нету ничего. Нет, безболезней пока у нас огурцы. Можно ли по листу также понять, каких веществ не хватает огурцу? Ну, можно, да. Вот тоже, еще зависит от цвета листа. То есть, если он там бледный, значит, ему тоже не хватает каких-то минеральных там компонентов. Надо поливать, но обработки делать. И внекорневые, то есть по листу. А вот правильный полив, какой он? Как его производить? Ну, от клеща паутинного мы производим верхний полив, теплый, потому что, ну, тоже можем сжечь, если горячая вода. Обычно, ну, такой, как сказать, комнатной температуры вода. Ну, обычно такая тепленькая водичка. А золотые часы есть какие-то вот стандарты? Когда лучше поливать? Лучше после обеда. Потому что до обеда можно тоже сжечь, это там солнце и все. А уже когда садится солнце, вот тогда лучше, чтобы тоже. Потому что могут быть ожоги от воды. Если вот, допустим, верхним поливом, то могут быть ожоги. Ну, или там люди со шлангами поливают открытый грунт, то могут быть ожоги. Потому что солнце вот это все спалить может. Ну, так в целом, чистота полива какая? Ну, в зависимости от пересыхания почвы тоже. Если, допустим, в открытом грунте там даже ветер, ну, он быстрее сушит почву. Ну, и в теплицах тоже, парничок тоже, ну, раз в день, раз в два дня тоже. В зависимости еще от погоды какая. Если солнечная, то чаще надо поливать. Если более такая пасмурная, то, ну, чуть поменьше. Ну, тоже надо самому контролировать такого, чтобы уже конкретно сказать там два-три дня или через, ну, или каждый день поливать. Это тоже нет, это уже, ну, надо контролировать. Это все зависит от природы, так сказать. Ну, так сказать, эти растения. А кто станет лучшим соседом вот этому зеленому красавчику? И с кем он вообще не приемлет рядом находиться? Он неприхотлив в плане соседей. Это уже, если, как бы, уходить глубоко, там, после севооборота, там, как соблюдать, то это, да, лучше всего после капустных идти ему. По соседству, ну, любое растение, ну, можно по соседству и томаты, и перцы можно в одно даже теплички выращивать. Вот. Дружелюбный? Да, дружелюбный, да. А как правильно подкормить огурцы и вот что лучше всего выбрать? Подкормка у них проходит и корневая, и не корневая. Можно разные, ну, смотря, для чего надо подкормка. Бывает подкормка, там, допустим, от болезни или для лучшего роста, то есть азот, калий, фосфор можно для лучшего роста. Калевая селитра тоже, это вот, чтобы, ну, не горчило, тоже, там, 20-30 грамм на 10 литров воды, чтобы, ну, вот, допустим, тоже вот это, к тому, чтобы не горчил огурец, можно вот этим вот. А если вот замедлился рост огурца, вот он вообще не растет и ничему не поддается, вот, то как в этом быть случае? Может, какие-то есть секреты определенные, вот, которые… Ну, тоже, это надо смотреть тоже, вот, от чего зависит. От погоды, может быть, тоже вот холодно, рост замедляется. Или, ну, может, не хватает каких-нибудь элементов. Можно тоже подкормить, там, вот этими азотсодержащими удобрениями. А вот как понять, именно каких элементов не хватает? Или это сложновато будет делать, на первый взгляд, особенно любителю? Ну, да, наверное, это будет, может, сложно, хотя любители сейчас больше, как профессионалы уже в своем деле. Это же тоже все по листу видно, чего не хватает. Тоже можно посмотреть. И вот светлые листы, там не хватает, допустим, азотных удобрений. Там более темные – это тоже избыток чего-то, каких-нибудь, ну, удобрений. То есть, ну, надо искать золотую серединку в этом. А какой сорт выбрать для засолки огурцов? Ну, вот, у нас есть колорит, белорусский корнишон, веселка, огурцы, почастунок, духмяны. Вот, они подходят для консервирования и маринования огурцы. Ну, также они хорошо в свежем виде их употреблять можно. То есть, в салатах тоже можно? Да, да, да. А еще какие бывают огурцы? Ну, бывают кураж, бывает, это вот уже российская селекция. Потом… А вот, может, это из последнего такого интересного, из новинок? Ну, почастунок у нас есть, духмяны. Почастунок для закрытого грунта, для защищенного, а духмяны для открытого грунта. А вот в чем его преимущество, почему его стоит выбрать? Ну, он устойчив к болезням, к переноспорозу. Он тоже раннеспелый, быстро, он не имеет горечи. Он протонокорпический, самоопыляемый. Ну, то есть, это самоопыляемый огурец. То есть, не нужно пчелок, ничего. И он короткоплодный. То есть, сейчас большинство любит короткоплодный, чтобы в баночку маленькую. А вот, знаете, еще одна такая проблема бывает, когда плод закручивается. Почему это происходит? Ну, это тоже по условиям бывает. Да, такое встречается. Воды не хватает или питательных ключевых? Ну да, может и воды не хватает, может и питания какого-то не хватает. Ну, просто на одном расшлении могут быть и закручены, и не закручены. У нас это считается стандарт и не стандарт. Стандарт не стандартно. Почему закручиваться? Ну, может, да, не хватает питания, ему какого-то не хватало. Может даже какое-нибудь механическое повреждение, что-нибудь. лист его придавил или еще что-нибудь. То есть из-за этого тоже может быть он какой-нибудь такой неказистый, скрученный. Давайте еще поговорим о том, как правильно собрать семена огурца. Семеник огурца. То есть мы не собираем зеленец. Вот сам вот этот плод не собираем. Ждем, пока он сформируется, этот семеник. Обычно семеники бывают желтого или коричневого цвета. Это уже значит, они созрели. Но это уже конец сентября, начало октября. Вот такие сроки. Собираются семеник. Разрезаем наполовину этот семеник. И ложкой или пальцами можно достать эти семена и в какую-нибудь емкость. Они потом побродили. Хорошие семена осели, а пустые семена всплыли. И отмываем эти семена. Промыли их и сушить. Процедура сколько времени занимает? Брожение именно. Ну вот брожение, плюс чтобы они хорошо так просохли. Вот это сколько по времени? Ну это тоже в зависимости от количества семян. Сколько. С одного огурца там может пару дней на солнышке при хороших условиях высохнуть. А если большие масштабы, то сутки может. Ну то мы сушим, то сутки сушим, потому что у нас большой объем. А так для обычного, ну обычно для людей хватает пару семенников. Ну можно за день световой, то есть они могут и подсохнуть. А вот этот вот прием подвязывания огуречков, насколько он действительно эффективен или лучше как бабушки по земле пустить? Нет, конечно так они лучше будут, если подвязать. Потому что под землей стелется они больше. У них нету как бы воздуха между растениями. А так вот мы подвязываем их, пасынкуем. Тогда больше даже урожая. Потому что пасынки обрываем, больше даем для завязей. Как бы возможность больше завязаться. И больше проходит воздуха между растениями, не стелется. И конечно меньше гнили будет, меньше всего будет. Меньше болеть, но так вот. Болеть. Вот хорошее слово. Давайте поговорим тогда про болезни и вредителей, которые бывают. Болезни. Бывает мучнистая роса, пироноспороз это ложная мучнистая роса. Потом вредители. Тоже и белокрылка бывает, и клещ паутинный. Тоже вот надо обработки производить. Ну как бы огурцы сейчас стараются делать устойчивые к болезням. Конечно полностью они устойчивы не будут. Вот допустим пироноспороз он проявляется в третьей декаде июля. Листики начинают пятнышками покрываться. Это говорит о том, что пироноспороз. Они начинают сохнуть и растение увядает. Конечно еще плоды можно будет какие-то собрать, но растение уже не спасти, когда пироноспороз напал, так сказать, на растение. Паутинный клещ тоже он съедает. Для этого вот и надо делать верхний полив, чтобы не было паутинного клеща. Ольга, как правильно подвязывать огурцы? Ну вот растение. Можно через один пасынок, через один листик вот так вот подкручиваться по часовой стрелке. И тоже лучше делать это уже во второй половине дня, чтобы не было так жарко и меньше стресса. Потом пасынки обрываются вот у растения тоже через один как бы вот. Вот это зависть, это, как это сказать, междоузлеек. Через одно междоузлее обрываются пасынки. И пуру вот так вот по часовой стрелке. И подвязали, да. Да, подвязали, чтобы не раскручивались. Спасибо за такой интересный разговор, полезные советы. Надеюсь, что летом на столе у нас будут очень вкусные, сочные, не желтые огурцы. Пожалуйста, приятного аппетита и хороших урожаев. Субтитры подогнал «Симон»!